Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала Вселенная Моги. Я приветствую вас и хочу поблагодарить вас за лайки, подписки, комментарии за нормальный обмен энергии, которым мы обмениваемся после моих раскладов. Прошу, кто пришел на канал первый раз, не забыть обменяться энергиями. Вы пришли сюда не случайно и чего случайно в этой жизни не бывает. Высшие силы будут через меня, как проводника, передавать вам информацию. Тема сегодня, поданная мне, подписчице, просивши разложить на расклад, как пройдет судебное разбирательство. Наверняка у кого-то есть такие вопросы, у кого-то такие проблемы и какие-то судебные разбирательства, какие-то финансовые вопросы, которые затрагивают нашу жизнь в материальном мире, потому что мы находимся в материальном мире. Поэтому большей частью мы будем спрашивать это нашу земного бога, который занимается материальными делами. Как пройдет ваше судебное разбирательство. Будет два варианта. выбирайте камешек, обсидиан, синомагический камень. Осторожно только, чтобы ни у кого присутствующих не было плохих намерений против кого-то, потому что этот камень, как бы бумерангом, передает назад мысли и желания плохие, назад человеку, от которого это идет. Второй камешек – это аметист, тоже магический камень, но не в таком прямом, как сказать, жестком аспекте. Вот, потом я выложу сейчас на первый вариант, начнем, выложу, кто вы, ваше настоящее или прошедшее. Вот это будет, покажет. И если вы себя узнаете или камешек вы выбрали тот, то смотрим дальше. и узнаем, что скажут Ваши силы о Вашем судебном разбирательстве, как она пройдет. Начнем с первого варианта. Ищем Вас и Ваше прошлое или настоящее. Так как это общий расклад, поэтому вы смотрите, хотя бы что-то есть, то, что к Вам относится и показывает, что Вы выбрали правильный вариант. Я опишу немного тоже Вас и Ваше прошлое или настоящее. Я очень Вам благодарна, что Вы заглянули ко мне на конек. И прошу не обижаться, что я не так часто выхожу. Вы где-то далеко со своими мыслями. Соберитесь, все будет хорошо Вам, не волнуйтесь. Вот она Вы, прекрасная кайзерин, прекрасная императрица. Ух ты! Ну, у Вас был мужчина такой какой-то. Сейчас я немножко разложу про него. В зависимости. Совершенно он Вам не дрог. Да, такой нищий. Знаете, выпал сразу мышь. Нищий, бедла. Мужчина с сильными зависимостями. С сильными зависимостями. У него были сущности чрезапой, а корма. Я хочу сказать. Эта сущность вроде как ушла, но не знаю. Хочу подтвердить на тару. Ушла? Да. 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 Окей. Была работа на него сделана. Была на него, на молодого человека, работа сделана. Я бы хотела знать. Это Пашварах? Да. Окей. Вы императрица. Вы прошли огонь и воды, медные трубы. Вы умеете управлять своими эмоциями. Вы умеете управлять своей жизнью. Ну? Что еще скажет карта Таро о вас? О вас. Окей. Не королев мечей. Вы открыли тайну, открыли тайну не только светлой жизни, не светлых сил, но и темных сил. Вы начали управлять, понимать, управлять ими умеете. Но не совсем. Туда-сюда. Еще умеренности. Нужно ли вам заниматься? Нет. Так. А туда-сюда? Нет. В данный момент вы не только императрица, но королева мечей, хорошо осознающая свои планы, стремящая к своим планам. И если что-то, можете отрезать все, что вам не нужно, чтобы дойти до своей цели. Хорошо. Ну, теперь посмотрим. Ну, теперь посмотрим. Кто-то на этом варианте находится, кто занимается темной магией. Ну, магия, она есть магия, она и темная, и светлая. Это все должны, это магия, это должны все люди, которые светлой магией занимаются, но они должны знать и темную магию, потому что невозможно бороться с темной магией, светлым магом, если они не знают все про темную магию. Так. Значит. Начнем. Мы спрашиваем отца материального мира. так как вопрос идет о судебном разбирательстве. Как пройдет ваше судебное разбирательство? Сердебное разбирательство идет у вас с семьей, с императором. Вы и он, это король Пентакли также, вы и он старайтесь защитить свое и сохранить свое, но очень-очень, я бы сказала, король Пентакли и возможно сам, и вы, в общем, острая борьба, борьба идет, очень острая и будет. Это семейное разбирательство с твоим пентаклем. Что на вашей стороне? Давайте так. Значит так, повыше поднимем. Что на вашей стороне? На вашей стороне адвокат? Адвокат. Что на его стороне? Королева жезла. Какие шансы у вас? У вас со стороны родственников какая-то подлость будет? Какие шансы у короля Пентакли? Он, ну, потеряет немного что-то такое, что-то такое Пентакливое, что-то в Пентакли, в деньгах он что-то потеряет. Но небольшое, я бы сказала. Чем для вас дело кончится? Страшный суд. Ну суд будет. И что решит суд? Я боялась, но у вас выходит, решит суд, вы освободитесь. У вас развяжутся руки. Пока что у вас связаны руки, но вам развяжут руки. Они говорят, вам нужна будет поддержка в суде и у вас развяжутся руки. О какой поддержке в суде вам хотят сказать высшие силы? Посмотрите. А вам заняться каким-то творчеством отличься? Нет. Наоборот. Наоборот, надо быть более рассудительным. А избавиться каких-то от иллюзий? Нет. Вам придет во сне какая-то подсказка? Нет. Скажите напрямую, что хотите сказать, какое событие? В каком-то событии вы не видите шанс. Что-то такое было, происходило, который шанс, это давало бы вам шанс на быстрый выигрыш этого дела. Правильно ли я это понимаю? Да. И тогда будет победа. Что-то вы упустили и какие-то прокрутите все события, чтобы в суде быть более подкованы. Запишите все, все подробно. Вспомните, что могло бы сыграть вам на руку. Как пройдет для него? Ох, башня, разрушение. Смотрите. Разрушение. Он проиграет суд. Он проиграет суд. Я задала вопрос. Он сказал да. Да. Он окажется все-таки слабым соперником. Хотя вы оба императором. Он император, а вы императрица вышли. У вас хороший защитник, я смотрю, король мечей. Не совсем. А правосудие. Суд, вернее суд будет на вашей стороне. Правильно я это поняла? Да. Да. На вашей стороне будет суд. Вот. Но это все у вас пока что, вот они, первые шаги. Ну, в принципе, все я сказала про первый вариант. Не забудьте, в конце мы еще зададим вопрос. Один вопрос по маятнику. Так. Начнем теперь второй вариант. Второй вариант. Ищем вас. Аметист. Ищем вас. Так. Я помню, что, почему перевернуто. Всё. Так. Все. Кто вы? Что у вас произошло и происходило? Кто вы? Второй вариант. Не уходите, подумайте о своей ситуации. Вы пришли сюда не случайно. Смотрите до конца видео. В конце будет вопрос на маятниках. И второй вариант. Выбираем императрицу. Но вы? У вас и вера, и надежда при вас. Что вы? Выйдите из тяжелой болезни и из магических тяжелых нападок. И что? Почему движение перевернулось? Почему оно перевернулось? Зазеркали я. Вам советуют заглянуть в себя и спросить душу, что она действительно хочет. Не все, что мы в материальном мире хотим, хочет наша душа. И иногда, чтобы нас наказать, наши мечты высшие силы исполняют. И потом показывают, что бывает так, что то, что мы желаем, не всегда приходит нам на благо. Хотят, так сказать, карты. Мои дорогие, это говорят карты. В общем, через меня, а через меня идёт мысль из высших и низших сил. Сегодня мы вопрос материальный, и мы обращаемся к материальному блоку, материальному земному блоку. Просим ответить на ваш материальный вопрос, как пройдёт ваше судебное разбирательство. Хочу здесь положить для вас. Почему? Опять то же самое карты. Хорошо. Это больше о душе вашей, потому что, опять говорят, что не всё, что вы желаете, это вам на благо. Поэтому хотят, чтобы душа, душа хочет, чтобы вы помедитировали и заглянули глубже в свою душу. Как бы открылась вам правильная дорога кармы, не совсем открылась бы вам путь правильный для суда. Да, 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 да. Представляете, вот, как говорится, вы помедитируете, точно улыбитесь в это, что вы хотите, что ваша душа хотела бы в этом мире осуществить и как жить. И что в этом мире создать и для чего вы пришли. И к вам придёт и вы, это поможет вам финансовому разрешению суда для вашей пользы. Какой-то материальный какой-то ответ, факты найти. Да, это поможет потом найти вам какие-то факты, которые собирают на вашу сторону. Значит, вам нужно медитировать и что-то найти то, что сыграет на вашу сторону. Значит так. Для вашего врага как пройдёт. Так, перевернулся даже. У вас враг, женщина, мечевая королева, перевёрнутая, очень эгоистично. Ей тяжело стать императрицей. Как для неё пройдёт. Она потеряет силу. Она потеряет силу. Она потеряет силу. И будет искать путь, как бы выйти из жертвы. Она что, считает себя жертвой? Ну, да. Как бы да, считает себя жертвой. А что, она что-то по магии считает, что деды по магии жертвы сделали? Нет. А в материальном, в смысле, судебно сделали жертву? Нет. А в моральном? Да. 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 Её жертву сделали в моральном, в семье. Так. И чем кончится для неё суд? Она не сможет своей судьбой вести, заниматься. Она не сможет быть магом своей судьбой. Маг перевернулся. Она не сможет своей судьбой распоряжаться. Так, как бы ей это хотелось. Как для вас пройдёт суд? У вас исполнится ваше желание. И вам помогут, поможет земной Бог, тёмной силой и, ну, тот магический мир, который, материальный мир, который вы заинтересованы в данный момент. Что хотят они вам сказать? Да. Они хотят вам сказать про короля мечей. Какая-то беда. Он его ожидает. И безрассудно, за его безрассудность он как-то не безрассудно поступит. И что вас суд решит. Решение суда. Да. И опыт. Вы выйдете из-за бедной ситуации, из той тяжёлой ситуации, потому что пятёрка Пентакли перевернулась. Вы выходите в благополучие через свой опыт. Ещё хотела по одну карту. Вот смотрите, вы отпустите вот этих подлых людей, как только вы из сердца отпустите подлых этих людей, и вы увидите, как они, вот смотрите, как они начинают терять Пентакли. Как они начинают терять Пентакли. Вы перестаёте на них злиться, вы перестаёте, прерываете все привязки энергетические, все каналы, все мысли, которые бы вас лили и выводили. Они теряют будут силу. Сила перевернулась. Они терять будут силу. Вы ставите защиту, чтобы к вам больше не привязывались, не тянули с вас энергию, и вам придёт победа. Сила перевернулась. Уйдёт вот эта печаль. Вы долго ещё будете находиться в погнации вроде как душевной, но первые шаги начнутся, первые шаги в новую жизнь. То, что вот конец всему будет петель и пробёж. Печаль кончится ваша, вот смотрите, тяжёлая трата и как-то трата. и будет. Вы выйдете из этих зависимости, из дьявольской зависимости, потому что не всё золото. Вы поймёте, что в жизни бывают более важные вещи, чем материальные. Правильно, да? Да. И когда вы будете уверены, что у вас всё есть и у вас всё получится, будет нормально. Как раз жадность. Прекратить. Это они не смогут уже вас воровать, из-за своей жадности воровать ваш Пентакли. Да, я правильно поняла. Всё будет. У вас будут ключи от ада и от рая. Да. Смотрите, белая и чёрная карта легла. И верховная жрица. Вы поймёте, как ведущая женщина поймёте этот мир, это взаимодействие с энергиями, и как ими надо управлять, и как своего добиваться, и как не упасть в зависимость ни в тёмную, ни в светлую, а быть в балансе. Так, второй вариант. Я хотела бы узнать, это у вас мечевая женщина, тоже как враг у этого. Кроме того, что она потеряет, не сможет управлять своей судьбой в дальнейшем, и магию, даже если она магией занималась, это профессионально, она потеряет силу в магии. Правильно это? Не совсем, что у неё. Она из-за неумеренности, из-за зависимости, она будет терять свою удачу и пентаклию. Это опять связано с магическим миром, с высшими силами. Это будет от высших сил как бы наказания. Да. Да. А она из королевы пентакли переворачивается, перевёрнутая с потерей из императрицы. Подождите, императрица. Да. То, что она желала быть императрицей, она даже будет как бы даже не королева пентакли, как бы разорённой. Вот второй вариант. И один вопрос для первого варианта. Ангел-хранитель спрашивает. Так, где у нас? Один вопрос для первого варианта. Задавайте ваш вопрос, чтобы чётко представить своего ангел-хранителя, чётко говорить своё имя. И чёткий вопрос «да» и «нет» ответ должен быть. Давайте. Ваш вопрос. Ой, сразу говорит «да». Второй вариант. Ваш вопрос. Ваш вопрос. Спросите ангел-хранителя. Представьте его имя. Чёткий вопрос «да» или «нет». Второй вариант. Представьте свой ангел-хранитель. В втором варианте вопрос «почти да», но это разрешится не так, как вы хотели бы, не на сто процентов. Но, как я говорила, во втором варианте там говорится, что не всегда наше желание, как бы он с самого начала говорил, хороши для нас. Поэтому сначала вы будете думать, что это не так на сто процентов разрешилось, как бы вам хотелось, но это, наоборот, вам на благо будет. Потом вы позже это поймёте. Я хочу вас поблагодарить, мои дорогие. Не забудьте поставить лайк, комментарий, обмен энергией, чтобы у вас не отняли где-то в другом за работу, за обмен энергией, чтобы был равноценный. Если мы не отвечаем другим людям энергетически, то у нас отнимают это в другом. Отнимут даже в том, что нам не хотелось бы. Поэтому не забудьте подписаться, поставить пальчик и комментарий написать. И желательно это поддержит мой канал. И поддержит меня за ту работу, которую я для вас сделала. Благодарю вас, мои дорогие. Я желаю вам всего прекрасного, чтобы ваши мечты сбылись. Не забудьте ставить свою защиту. Зеркала не зря выходили. Ставьте зеркальные защиты. Смывайте себя под душем. Это всё плохое. Покрывайте себя зеркальными покрытиями мысленно. И не давайте себя, чтобы пробили вас. Это поможет ещё в этом, если вы будете в этом уверены. Уверенность и надёжность тоже не зря выпало у нас при раскладе. Желаю вам всего хорошего, мои дорогие. До новых встреч.